Ну вот для тех неверующих, которые не верили, что уровень воды поднялся, говорите, нужно по бетону смотреть. Вот этого не было, вот этих вот гротов всех не было. Вот этих вот камней из воды не торчало. Вот это вот всё белое было под водой. Может быть, кому-то плохо видно, но вот оно. Вот этот вот белый цвет, это появилось. Ну и плюс люди говорят мне, что уровень воды везде поднялся. Люди пишут из разных стран. Поэтому есть что сказать, кроме того, что я уже сказал. Сейчас чуть подлиннее сделаю телескопическую хрень эту. Так вот, в ближайшие несколько лет мы увидим повышение уровня моря в условном Бангладеш и понижение уровня моря в Европе. То, что я говорил. Люди уже говорят об этом. И это лишь начало, потому что эти процессы будут идти десятилетия. Активность, не знаю, около 50 лет будет продолжаться. Нет, это неправильное сейсмологическое. Мы увидим голод во многих странах, климатические изменения под видом борьбы с повышением температуры. Глобалисты будут делать все, чтобы эта температура понизилась. В частности, полоски в небе и прочее, и прочее. Мы увидим абсолютный срыв крыши у глобалистов. И, в частности, в нашем филиале глобалистов в Кремле. Мы увидим события 108-летней давности в России в течение ближайших двух лет, но очень скомпонованные и намного жестче. Потому что 108 лет назад в России мы видели стомиллионное, могли наблюдать, скажем так, и имели стомиллионное крестьянство, которое не зависит ни от чего. Которое себя кормило, которое знало, как пережить зиму. Без отопления, без газа, не зависело от электричества и так далее, и тому подобное. Знало, как себя вылечить и имело оружие, чтобы, по крайней мере, от бандитов отбиться. Сейчас у нас большие проблемы с теплом, электроснабжением, от которого все зависит. У нас нет такой этнической составляющей, откровенно антирусской. Потому что ячейки давно стоят заряженные и готовые. И через Турцию работают, через Азербайджан, через Прокси и так далее. Да, вот для тех, кто говорит, что нужно... Вон, смотрите, вон полоса белая. Вот она была вся под... внутри, скажем так, море. Скрыто. Я сейчас специально пришел во время прилива. Мы увидим борьбу частных военных формирований внутри России. Мы увидим массовый падеж, чего не было сто лет назад. От уколов. Мы увидим кирдык экономики, потому что сто лет назад был независимый золотой рубль. Были огромные запасы золота. И была автономия. То есть мы не зависели от импорта. Сейчас мы критически зависим от импорта. У нас нет своих семян. У нас нет своей химии. В том числе для сельхозхимии. У нас нет... Да ничего у нас нет, собственно говоря. И некоторые деятели типа Путина, Сердюкова или кого-то, Иванова, утверждают, что не нужно нам ничего производить самостоятельно, если где-то это производят лучше. Ну что можно сказать? Это полный маразм и полный бред, потому что вся логика и все действия, например, условного товарища Сталина говорят о другом. Нужно производить все у себя, чтобы не зависеть от чего. Россия может стать самодостаточной державой, если не будет геноцидить. То, что делает сейчас нынешняя власть, условный Путин, это можно назвать антисталинизмом в высшей степени. То есть Путин это антисталин. Соответственно, если Сталин выиграл войну, Путин и геноцидит свой народ, и говорит, что это нормально, они не вписались в рынок. Хотя Сталин радовался прибытку населения. Говорил, что за год Финляндия, если 10 лет, то 10 Финляндий. Это было в 1936 году. Радость товарища Сталина по поводу... Несмотря на все отсутствие компьютеров и цифровизации, почему-то население росло. Сейчас население у нас, оно до 22 года. По миллиону в год вымирали, а на самом деле сейчас это будет массово. И так далее и тому подобное. Глобальные пожары, глобальные катаклизмы, наводнения, нарушения логистических цепочек, поставок. В общем, все, что я говорил в ролике Хроники Безумия 25, часть 2, РФ и больше нет. Да, РФ и больше нет, просто не все это заметили. Ближайший год очень многим удивит. Поэтому, как я уже сказал, готовимся, сопротивляемся цифровизации, глобализаторам. Вспоминаем, что мы русские, в конце концов, белые люди, что у нас тоже есть право жить и объединяться. Даже по этому принципу вспоминаем самооборону, вспоминаем огородничество 90-е. Потому что чем больше продуктов произведем сами, тем дольше проживем. Делаем запасы семян, требуем бумажных документов везде, отказываемся от безнала. Везде только нал. По максимуму объединяемся в кооперативы по возможности. Потому что товаробменные операции внутри кооператива не являются объектом налогообложения. Задаем максимум вопросов. Ну и пытаемся выжить на месте. Бьемся там, где стоим. Продолжение следует...